Привет, ты на канале Мэджик Пэтс и мы решили отправить Юми и Алису в школу, потому что мы с моей женой Мишей решили, что они должны учиться. Чё, в школу опять? Не хочу в школу. Придётся Юмичу, вы уже достаточно взрослые для школы. Школу? Я никогда не была в школе, я не хочу в школу. Зачем нам в школу, а? Я не пойду. Школу ходить нужно, да Эйвен? Да, школа это важно. Я уже была в этой вашей школе, вы что не помните? Я уже училась. Да-да, Юмичу, но теперь ты серьёзно по-настоящему пойдёшь с Киес Алисой в школу. Мы уже всё подготовили вам для школы и сейчас вас соберём. Я собака, а Юми покемон. Собаки и покемоны в школу не ходят. Ясно? А давайте ребята Мэджики напишут в комментариях, какой у них самый любимый предмет. Может быть это вас мотивирует? И в вашу поддержку поставят лайк этому видео. Ладно, если много лайков там будет и много комментариев, какой предмет лучший, мы может быть пойдём. Юми, в этот раз тебе точно будет веселее, потому что ты будешь с Киской Алиской. Я не пойду в школу, я сказала уже. Вы должны сделать это ради нас, эээ, взрослых. Вообще-то это так не работает, тётя София, ради вас взрослых. Да, я знаю, но подумала, а вдруг вы согласитесь? Лаки умерла, а вы нас в школу отправляете. Причём тут это? Да, Киса Алиса, Аня же говорила, проблемы надо отпускать. Она вообще на свой канал сняла видео. Что я делаю, если грустно? Между прочим, очень классный способ, мне помогло. Обязательно посмотри его. Оно работает даже если не грустно. А я не видела это видео. Да, мне тоже пару способов помогли. Вот видишь, я же говорю, это круто. Да, ребят, видео реально очень классное. Годный контент. Как с ними мой ролик, обязательно пойду и посмотрю его. А где ссылка? Алиса, ну на Анином канале, найдёшь. И не уходи от темы. Школа. Да, школа. И сейчас мы, девочки, вас будем собирать. У нас тут очень много всего. Можно я лучше буду уборщицей, как на канале Magic Family? Юми, ты не уборщица на канале Magic Family. Ты один из главных героев канала. Да, но сегодня Аня нас учила прибираться там. Вы что, видео не смотрели? Ты же со мной была, тётя Софи. А, да, точно. Аня нас учила прибираться. Мне очень понравилось прибираться. Да, кстати, ребят, обязательно посмотрите это видео. Если даже вы не хотите научить свою собаку прибираться, то оно просто очень весёлое. Мы с Юмичу учились быть уборщицами. Мам, ты не прочь, если я уборщицей стану? Юмичу, не говори глупости. Ты должна учиться в школе, чтобы не быть уборщицей. В любом случае, посмотри этот видос, потому что он крутой. И поддержи нас, тётя Софи, в умении прибирать свои вещи. Мама, кто так умеет? Ты не больше вот не умеешь прибирать за собой, да? А если умеешь, то научи всех вокруг себя прибираться. Ладно, девочки, смотрите. Так как Юмич покемон, а киса Алиса киса, мы подготовили для вас два портфельщика в школу. Покемон и Хеллоу Китти. Погодите, а разве же вы отправляете нашу школу? Давайте начнём с самого главного. Деньги! В школу нужны деньги. Да, на что мы будем покупать такие булочки? Киса Алиса права. Вот вам мелочь на всякие радости в школу. А булочки вам покупать не надо, потому что мы соберём вам ланчбоксы. Да, я уже всё подготовила. Это что? Что это такое? Вы что, издеваетесь? Это ни на что этого не хватит вообще. Это что, разве деньги? Это мелочь какая-то. Нам раньше достаточно было. Нет, это издевательство. Ладно, не переживай, Юмич, у меня есть кое-какой план. Сейчас они уйдут, и я тебе расскажу. Ладно, что за план? Так вы пока обсуждайте тут свой план, а мы пойдём подготовимся. Да, мы сейчас вернёмся со всеми остальными вещами. Ладно, хорошо. Киса Алиса, так что за план-то? Ты что, забыла, Юмичу, помнишь? Вчера я обнаружила розовый портфельчик с заначкой тёти Софии. Ты что, забыла? И мы с тобой нашли там деньги. Очень много денег, которых нам хватит на всё, что мы хотим, помнишь? А, я вспомнила. Я ещё пришла и увидела этот портфельчик и кучу денег. Да, точно. Мы ещё потом поругались с тобой за них. Деньги будут мои. Слышала, Юмичу. Мои деньги будут, поняла? Ну, давай их поделим, Алис. Кто нашёл деньги? Кто нашёл заначку? Ну, я знаю, ты, но... Деньги мои, поняла? Но, но, Алиса, я же увидела, как ты их нашла. Значит, ты должна со мной делиться. Не буду я с тобой делиться, понятно? Ну, Алис, Алис, ну так не тесно. Я тогда тебя родокам сдам, поняла? Никого ты не сдашь, никаким родокам. Деньги мои будут. Ты, 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 ты жадина. Я не жадина. Сама ты жадина. Задаю как тебе по морде. Будешь меня оскорблять. Алиска жадина. Это тебя, между прочим, жадиной все называют. Кто это меня жадиной называет? Это ты все игрушки забираешь себе. Даже мои. Так что деньги будут мои, понятно? Поняла? Все равно тебе придется со мной поделиться, потому что иначе я тебя сдам. Жадина. Я не жадина, но истериться тобой не буду, понятно? Так не честно. Ладно, может быть отдам тебе одну штучку. Одну штучку чего? Ты даже деньги считать не умеешь. Все я умею. Нет, между прочим, я ходила в школу, а ты, нет, и считать ты не умеешь. Э, ну и что? Но деньги будут все равно мои. Нет, мы их поделим пополам. А я помогу тебе их сосчитать, хорошо? Правда поможешь? Помогу, если поделишься. Поделюсь, ладно, с тобой. Я тебя люблю. Жадина. Ладно, поделим пополам, договорились. Жадина. Ну все, мы же договорились, не обижай меня, ясно? Ладно, ладно, договорились, все. Так, девочки, мы пришли. Киса, Лиз, только ты это, молчи, никому не говори, понятно? Да понятно, конечно. Спасибо, дорогие взрослые, нам хватит вашей мелочи, чтобы сходить в школу. Да, и мы даже пойдем в школу, да. А сами пойдем тратить деньги. Тихо, Лиза. А что мы будем кушать в школе? В столовке еда просто ужасная. Мы вам все дадим с собой. Что, правда? У нас будет ланчбоксы с едой? Мы с тетей Софией подготовили вам вот что. Два фруктовых натуральных сока, фруктоняню, натурально-апельсиновый напиток на перекус и две колбасочки для бутербродов. И это все? Никаких вкусняшек и десертов? Грустненько. Нет, подождите, ребята, это слишком мало. Давайте лучше посмотрим, что я собрала деткам. Я это в свой покемоновский ланчбокс складывать не буду, эта еда его не достойна. Школа дело серьезное. Три банки сгущенки и банка консервов на крайний случай. Пачка замороженной клубники на десерт на продленке. Две упаковки пельменей на обед. Три дезодоранта, если вдруг спотеете от нервов. Пена и гель для бритья, а также бритва, если вдруг вы останетесь в школе надолго, а у вас отрастут подмышки. А также туалетная бумага для школьного туалета и освежитель воздуха, чтобы побрызгать им после себя. И не забудьте дезинфицировать свои школьные порты и унитаз. Да мы остас персил, туалет и бумага, Миш, ты че, ты куда их отправляешь? Это же школа. Миш, по-моему, это перебор. Ты че нашу школу навсегда, что ли, отправить решила, а? Нет, просто все должно быть продумано до мелочей. Школа это дело ответственное, вас целый день не будет дома, все это вам пригодится. Миш, а какие отросшие подмышки? Ты, 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 ты че? Всякое может случиться, знаете, не хочется позорных ситуаций. Да, особенно освежитель воздуха очень пригодится. Мама гонит. Так, девочки, не капризничайте, все это мы сложим в ваши портфельчики. Я не буду это брать. Больший позор будет, если я это в школу принесу, чем если после меня будет понять в туалете. Или подмышки у нас отрастут. Мама, это гиперопека. Школа дело серьезное, я за вас переживаю. Я не буду это брать в школу. Я хотела как лучше. Все, мам, правда, проехали, это уже ненормально. Так, все, дети берут наш набор еды, который мы сделали им с Софи. Да, а мы пойдем кое-что сейчас еще принесем, а вы пока собирайте свои портфели. Вот бы школьная столовка выглядела вот так. Здравствуйте, чего пожелаете, выбирайте, дорогие ученики. Баночка и стаканчик кока-колы для нас с кислористой, парочка вкусненьких хот-догов или два кусочка пиццы с кетчупом. Мороженое разных видов и всякие десерты, пончики, пироженки, макаруны. И все бы это можно было есть просто так, бесплатно. Вот это я понимаю, школьная столовка, да? Да уж, но придется взять сок и полезный йогурт. Нет, Киса, Алиса, ты продумала про деньги, а я продумала про еду. Мы сейчас наполним наши портфели. Чем? На часть своих денег я купила то, что мы будем есть в школе. На уроках и на переменках. В общем, все это мы должны собрать. Круто, Юмичу, наш спаситель. Я знаю. Так, мы принесли для вас пеналы. Желтые для Юми и розовые для Алисы под ваши портфельчики. Что такое пеналы? Это для того, чтобы кого-то пинать, что ли? Юмичу, смотри, пеналы это то, во что складывают свои канцелярские принадлежности. Мама даже вам цветные карандаши купила. Вот тут ручка, карандашик, стиралка. Понятно? Да, я специально ходила в магазин. А, ясно. Ну, ладно, хорошо, что. Пеналы, портфели, а как же игрушки? Что мы с собой в школу игрушки не возьмем, да? Вот именно, мама. А что с игрушками-то? Нам будет чем играть на переменках? Тетя София, мы об этом позаботились. Да, мы подготовили для вас кубики-рубики. Будете собирать на скорость на переменках. Сами вы кубики-рубики. Что, это разве игрушки? Ну вы что, издеваетесь, что ли? А что, очень хорошее развивающее занятие для переменки. У тебя, Юмичу, уже есть разные тетради и дневник для учебы, которые сделали для тебя мэджики. И Кисе Алисе, мы тут кое-что подобрали. Даже блокнотик вот с таким вот карандашиком. Отличный наборчик. Погодите, почему у Киса Алисы все такое яркое и цветное, а у меня такое мрачное? Потому что, Юмичу, ты старше Киса Алисы. Да, ты уже взрослее и твои принадлежности более серьезные. Да, ну так не честно. У нее даже география какая яркая. Так, девочки, не капризничайте и изложите все по своим портфельчикам. Так, девочки, мы принесли вам еще кое-что из канцелярии и сейчас вам надо выбрать. Конечно же, желтая ручка витаминка моя, а голубая Алискина. Конечно же, желтые ластики мои, остальное пусть Алиска забирает, а всякие эти штуки мне не нужны. Надеюсь, Алиса одобрит твой выбор. Одобряю, покемон. Отлично, девочки, а вот для вас еще одно развлечение на переменках. Сейчас, подождите. Папуля позаботился о тебе, Юмичу, и это шахматы и шашки, а также песочные часы, и вы будете играть на скорость. Папа, это все устаревшая фигня, дети сейчас в смартфоны играют, ты что, ну? Э-э-э, смартфонов у вас нет. И мы не купим вам смартфоны, так что будете кубики-рубики собирать и в шашки играть. Какой бред! Можно ли нам хотя бы кое-что свое в школу взять, а? Какой кошмар, нас запозорят в этой школе. Подождите, до того, как вы покажете, что вы себе взяли бы, я хотела вам дать вот эти вот принадлежности для девочек зеркальца и расчесочки. Для Юми розовая с голубым зеркальцем, а для Киса Лисы черная расческа Монстер Хай и розовое зеркальце. Мне кажется, они вам пригодятся, чтобы вы выглядели красиво. Вообще-то у меня Хэллоу Китти. Вот именно, значит, наоборот, черная расческа Монстер Хай моя, а розовая с цветочком это Лискина. Ну ладно, это мы возьмем. Конечно, придется на переменах колбаской играть, колбаску по парте кота-то раз игрушки брать не разрешает. Киса Лиса, хватит дарить на жалость, а? Ладно, возьмите парочку своих вещей. Круто, папуля, спасибо, тогда я возьму свою супер-крутую ручку покемона, два брелка покемона и супер-фонарик. Ультрафиолетовый для подсвечивания прозрачной ручки. Что фонарик для чего? Что за фонарик? Я не поняла, неважно, тетя София, проехали. Мягкую игрушку Хэллоу Китти, пластмассовую игрушку, резиночку Хэллоу Китти, заколочку Хэллоу Китти, значок Хэллоу Китти. А еще раз у Юмичу ланчбокс Покебол, я возьму вот такой вот ланчбокс Хэллоу Китти для себя. О, мой собачий боб, куда вам столько вещей, они же не вместятся в ваши портфели, кошмар какой. Теперь вроде все. Эээ, я слабо себе представляю, как это все вы унесете. Да, что-то уж слишком много вещей для школы вы набрали. Эйвен, давай их отвлечем и спрятим остальные игрушки. Девочки, а давайте сделаем селфи в наш инстаграм. Тут правда Анин инстаграм, ой, уронила. О, зато зашла в наш инстаграм, давайте правда сфоткаемся. Чух, я вас фоткаю. Так, улыбайтесь все. Отлично, фотка для нашего инстаграма готова. Короче, ребята, переходите по ссылкам на другие ролики. А если хотите, чтобы Юм и Алиса пошли в школу, ставьте лайк этому видео и пишите в комментариях. И голосуйте в вопросе, и да, смотрите другие ролики на других каналах. И увидимся скоро в новых видео. Мы смогли отправить их в школу. Чу-у-у, ничего.